Мы с Валей вышли прогуляться, потому что мы с тех пор, как переехали в новый дом, мы вообще не выходили гулять по кварталу. Валю прогуливаю. Кстати, Валя, давай завтра идём со мной в город. Хочешь в школу? Не особо. А чё ты не особо, Валь? Язы хочешь выучить? Ну, язык, да. Ну, ты ж дома сидишь, как бабка старая. Ты разве не хочешь тоже с молодёжью? Там интересно, утром просыпаешься, красишься, есть мотивация. Для чего? Для того, чтобы накраситься, красиво одеться, вдруг там мальчика встретишь. Зачем мне кавалер? Не, ну ты плакал. Опять, как ты говорила, нехорошо. Кавалер по-бабски. Кавалер не по-бабски. А, кавалер по-бабски. Бойфренд. Сейчас, знаешь, сейчас... Идём, идём так, сюда, идём туда. Даже бабушке, которым 70 лет сейчас говорят, бойфренд. Ну да. Так, девочки, я тут Валю пытаюсь убедить, что ей не нужны какие-то очень серьёзные отношения, которые она любит создавать. У неё было два мальчика. Ну, сколько тебе было? Пятнадцать и восемнадцать, э, семнадцать. Да, ну ты сразу их давай домой. Мы первый парк. О, идём туда, да, класс. А я не знала, что здесь есть парк. Валя... Мы сказали привезти, а Раду я и не хотела. Это вы говорите, ой, его мама сидит там, жалко, что она там сидит и не приходит, скажет, давай, я говорю, блин, я не хочу, чтобы его мама сюда заходила. А, так это подожди, ты его пригласила на Рождество. Да. У нас дом за городом. Она, женщина, приехала в праздник до нашего дома, довезла своего сына. Мне было просто неудобно ко хозяйке сказать ей, то есть я себя чувствовала паршиво, что она возле моих ворот оставляет своего ребёнка на ночь. И я не приглашаю её в дом хоть познакомиться и предложить ей кофе, это не гостеприимно. Она даже и не хотела заходить. Но ей тоже было неудобно, потому что... Просто Турин увидел, что его папа это его старый друг, и он сказал, давай зайдём. И его мама не очень хотела, как и ты. Вы обе были такие, нет, а? Они, давай, дружбан, попьём бивасик. А вы обе были, блин. Это было на второй день, да, 25-го? День Рождества или 26-го. Они первые даже не праздывают, потому что к бабушке поедут, и всё, они не праздывают. И получается, что они у нас торчали там 4 часа, понятно уже, хочешь не хочешь, как бы ты там ни старался, ни держал язык за зубами, может, что-то там ляпнешь, какая-то сплетня. Потом вы расстаётесь, а у нас остаётся плохой привкус. Здесь, наверное, бегают, а я не знала, что здесь есть парк. А давай мы будем приходить сюда бегать. Ты не будешь бегать. Валя, мне надо, потому что я раскабанела. У меня вот здесь торчит крылья такие. Ну, это не Анжира. А, чего это? С возраста моих всех так делать. Ну, спасибо, я же ещё молодая, ты чё? Это ладно с возрастом, когда мне 80 лет. И у меня 38 будет так, так что... А я вот не знаю, что ты каркаешь, или ты уже всё на матери крест ставишь 38 лет, уже не хай будет, пусть жир висит. Это нормальный процесс, это... Не, да я не стесняюсь своего возраста, но если можно где-то что-то подкачать, мне просто нельзя из-за этих, сука, лимфоузлов. Скажи по секрету. Хотя это не секрет, мне Настя, это раз, когда я потом сама заметила, мы раньше же в одноклассниках сидели, а в фейсбук они очень так были. Да. Куда? И ты, наверное, случайно поставила дату на один год раньше. Так поставила бы на 5 лет где-то 6, а не на один год. А, нет. И всегда все думают, что тебе день рождения на год. Что мне на год младше? Так я сама не знаю, сколько мне лет. А я забываю. Я вот думала до вчерашнего дня, что мне 37. Я, когда меня кто-то спрашивает, мне нужно считать, у меня уже много лет, что я уже считаю, так, 82 год, сколько же это... Нет, чем дальше, тем хуже. Уже начинаешь убаблять 10 лет, а я забыла. 10 лет, а ты не убивляешь, потому что забыла. А почему? Чтобы казаться моложе. Чтобы другие думали, что ты моложе, ты не кажешься моложе. Это плохо, когда говоришь, потому что если женщина, которая старая уже, ну, не знаю, как бабушка Софика, например, но есть такие, которые нормально выглядят, но им 70 лет, они или спортом занимались, и они говорят, мне 30. Блин, ну видно же по женщине, что я не 30. Это видно, это видно, это те самки, которые хотят себе молодых. Да, но они это, они не понимают, мужчины это понимают, потому что ты бы лучше сказала, что тебе 70, они бы сказала, ой, до вашего возраста вы так хорошо выглядите, а потом увидят, ой, что-то вы в 30 такая старая. Они не понимают это. Согласна. Типа возраст это ничего не меняет. Есть женщина, которая 50, выглядит лучше, чем мы. Есть. Есть, я видела одну, которая так хорошо выглядит, ей 50 лет, 49, она в ТикТоке, Рассалду делала, фитнес. А ты, кстати, в фитнес идёшь? Да, она мне не вступает, кто будет за меня говорить? А там не надо говорить, ты не думаешь, что здесь тренер прям так пристаёт, потому что здесь тренер за деньги. Нет, я пойду туда, и всё, я даю им деньги. А, я пойду тебя оформлю, что это? Это может быть фейн какой-то? Школа ещё одна? Не думаю, школа, наверное, ну там внизу. Ой, я извиняюсь. Белые. Я извиняюсь. Девочки, а вы тоже ходите вечером гулять? Мы вот не ходили. Но надо нам сделать себе привычку, выработать эту привычку, в каждый вечер ходить гулять. У Вали вчера была первая её клиентка в Германии. Вот, заработал ребёнок свои 50 евро законные. Такая довольная вчера ходила. Вот здесь у неё ресницы. Всё думала, что купить. Пойти купить тональник. Многое нужно возобновить. Я вам хочу показать кое-что, а именно краску свою. Я уже тысячу раз показывала, всё равно спрашиваю. 9,96 Color Touch развожу на оксиде. Есть разные концентрации. 1,5%, есть 4%. Можете и на 1,5% разводить, и на 4%. Как хотите. Можно ли красить при химозе? Мне, мои врачи, разрешили. Вы уже сами спрашиваете. Но это считается безаммиачное. Хотя, ну, всё равно на оксиде разводишь. Но считается безаммиачное. Купила себе такие повязки. Очень классные. На Алиэкспрессе. Надо, кстати, показать, как я их делаю. Но у меня волос волнистый. Я его не сушу феном. Просто там воском, гелем немножко приминаю. Вот так вот. Стряхиваю и приминаю. Вот так. Ну, когда они мокрые. Немножко гелем в руки беру. Так, чик-чик-чик. И приминаю, приминаю. У меня так получается. Оставляю, чтобы он сам высыхал волос. Вот у меня он ещё здесь у корней мокрый. И потом немножко разбиваю. Потому что они склеиваются, сбиваются в трубочки. Потом вот так вот делаю. Так, давайте повязки покажу. По одному доллару будет. Я делаю маски вечером. И даже когда просто пенкой очищать лицо. Мне нужны такие вещи. Я уберу назад. Классные. Оставлю вам ссылочку в описании, если хотите. Купила себе нескольких цветов. Шесть штук. Потому что у нас в семье две девочки. Такие серые. Которые не так сильно пачкаются. На этих белых сразу всё видно. Если маска какая-то глиняная, она сразу пачкается. Ну, липучка такая. Видите, под любую головешку можно сформировать кружок. Вот. Ещё я вам хочу показать очень классный оттенок теней. Который подходит для всех. Я себе купила просто запаску. Потому что она дешевле. Это тени от Мак. Оттенок называется Хаукс. Я не знаю, как читается, но пишется Хаукс. Я ими затемняю складку века. Вот многие меня хаят. Чё вы не умеете краситься? Чё вы это показываете? А я показываю просто женщинам. Я никого не учу. Я показываю то, что я делаю. Как я это делаю. Я затемняю вот так вот складку века. Но сегодня у меня... Я просто... Знаете, эти тени я забыла в этой косметичке. Вот здесь в кармашке. И этой косметичкой я не пользовалась, наверное, с прошлого года. Я её брала на море. Ну, и затеряла. И мне неохота было. У меня просто очень много теней. Мне неохота было ещё один раз покупать. Их, они стоят примерно 20 евро. В запаске дешевле. Может, и путаю. Может, 15. Не знаю точно. Но хватают надолго. Они долгосрочные. Потому что я их использую только для затемнения складки века. Для того, чтобы взгляд был более глубокий, более томный. И сразу же подчёркивает цвет глаз. Если он у вас зелёный. Или если у вас голубые глаза, тоже классно будет. Мне нравится. Да вообще под цвет любых глаз. Мейкоп-артисты его используют именно для складки века. Этот цвет называется грязно какой-то. Не помню какой. Вот, затемняю. Вот так вот. Потом вы мне говорите. Каролина, у тебя такие большие глаза. У меня, честно, глаза, как у китайца. Очень-очень маленькие. Я не знаю, почему люди говорят, что они у меня большие. Может, потому что я их зрительно увеличиваю. Или потому что у меня лицо маленькое. Они очень большие. Но берите на вооружение. Классные тени. Они хорошо тушуются и не оставляют пятна. Для таких рукожопов, как я, вот для меня это the best. Просто краску показала, ленточки показала, тенюшки показала. Что забыла показать и что актуально, потому что у меня очень много онковздоравливающих, у которых нет ресниц. Лайнер. Это то, без чего я не обходилась и не обхожусь. Во время химиотерапии особенно, потому что выпадают реснички. И мы смотримся как инопланетяшки. Ну, для того, чтобы хоть как-то придать, не знаю, выразительность взгляду. Ресниц нету. Но если вы себе обведете глаз, вот верхнее веко, сделаете себе мини-стрелочку, у вас получится уже более-менее, ну, человеческий вид. Я использую лайнер. Я разные использовала. Не буду говорить, что только этот. Но этот я протестировала. Он водостойкий. Он держится весь день. И он очень удобный, потому что он вот фломастер. Потому что обычно они, ну как, подводки. Они в таких маленьких баночках. И тебе нужна еще и кисть. И этой кистью тяжело рисовать. А карандашом намного-намного легче. Потому что вы просто будто порисуете. Очень легко. Вот. Первый раз вчера, позавчера ко мне пришел в оттенке браун. Потому что все-таки у меня не темные. И прям очень-очень темные волосы. Я сейчас не брюнетка. И поэтому я решила попробовать не черное, а что-то, ну, что более мягче был. И этот браун, он совсем не браун. Он темно-коричневый. И именно этот, смотрите, как легко рисует. Я вот хожу часто в магазины и тестирую. Там есть специальные для пробы. Ну, не этой фирмы именно, но вообще. И очень часто они вообще не рисуют. А этот, посмотрите, провел легко. Просто практически не касаясь. И сразу же такая полосочка тоненькая. Но она яркая такая. Она очень классная. И кисть удобная. Рекомендую. Это Art Deco. Вот так вот называется. Но это водостойкий. Вот именно этот Art Deco лучше всего. Который в блестящей такой серебряной, неоновой. Я не знаю, как ее назвать. Упаковки. В коробочке. Есть еще и черный. Я вот так их крашу. Эти уже практически израсходованы, чтобы не путать. Это черный. И он все равно продолжает хорошо красить. Смотрите. Хоть он уже и практически пустой. Кистью вниз. Просто на столешнице. И пусть они там как бы... Все остатки, которые были во флаконе, они сюда спускаются вниз к кисти. И еще можно порисовать. Если только на себя пользоваться еще несколько дней. Чтобы не выкидывать. Вчера выложила вам влог, который назывался День счастья. Хотя он вначале назывался там На здоровье. Потому что Дорин сказал в конце видео На здоровье. Мне показалось смешно. Потом мне одна девочка... Ну, да спрятина, вы тут и вины. Да, и пусть видео дать. Да, так. Потом мне одна девочка говорит, да это же просто День счастья. И мне показалось, что это великолепная идея. Назвала влог День счастья. И заметила такую вещь. Когда я выкладываю видео, что мол что-то случилось. Или когда какие-то ЧП. Или когда у кого что-то такое получается в жизни негативное. Все смотрят, кликают на эти видео. А если на картинке видео счастливые лица. И название хорошее. Все просто обходят это видео стороной. Им кажется, что это нудятина. Что не интересно людям. Но людям интересно смотреть только негатив. Только плохое. Я заметила. И никто не понимает, что онкоблогеру вообще-то тяжело в каждый день снимать. Все. Я ни в коем случае не жалуюсь. Это мой выбор. Я знаю. Я подошла к этому осознанно. Делюсь своей жизнью вами. И ничего от вас не требую взамен. Нет. Просто я всегда стороны анализирую поведение подписчиков. Поведение людей стороны. Любят люди смотреть жестяночку. В счастье мало кто с тобой остается. Счастье не любят смотреть. Поэтому я, наверное, буду ставить на все видосики плохие картинки и такие страшные названия. По крайней мере, чтобы вы кликнули. Ну, а потом где-то в уме меня там. А, дура, чего она так поставила. Может быть, и пошлете. Но зато ко мне в копилочку будет идти просмотр. Я же тоже, с одной стороны, как бы мне хочется какой-то гонорар за свой труд. И мне кажется, что в порядке вещей, чтобы человек давал лайк. Потому что тем самым он поддерживает этот канал. YouTube это такая платформа, на которой, если нету лайков, если нету комментов, если нету какой-то активности, тебя сразу не рекомендуют. Значит, получается, что вы же не видите мои видео, потому что они куда-то спускаются вниз. На предыдущем видео отключили монетизацию по понятной причине. Потому что я там говорила о какой-то клинике. И мне сняли доллар с видосика. И уже этот видеоклип тоже был маловостребованным. Поэтому рейтинги за два дня мои падают резко вниз. Я уже буду умнее поступать, так скажем. Моя мама тоже открыла себе канал на YouTube. Тоже выставляет какие-то видео. Правда, она об этом совершенно не разбирается. Позавчера ночью она загрузила случайно какие-то видео, на которых не было звука. Назвала их крик души, потом их стерла. Ошибочно стерла еще один видосик, который я ей смонтировала. Я все материалы убрала. Еще один раз смонтировать не могу. Она там своими руками делала столик. Это все пропало. Уже есть, смотрю, утром появилось видео с новым столиком. Хочу попросить вас, кто хочет подписаться на канал, но, пожалуйста, не связывайте эти каналы. Может быть такое, что у меня сегодня плохой день, и я вечером загружаю какое-то видео, что у меня какое-то ЧП, а мама сняла видео утром и загрузила. Пожалуйста, чтобы не было никаких нападок, что у тебя дочь болеет, у нее другая жизнь. Она и так как бы страдает, что у нее дочь болеет, но не нужно ее там как-то ругать за то, что она проживает свою жизнь. Она в другой стране. Она может просто в тот момент, когда снимает видео, не знать, что со мной произошло. Это не значит, что ее канал должен быть связан с темой рака. Я не хочу. Я хочу, чтобы к ней подписывались и другие люди, ее возраста, чтобы она нашла свою компанию, ни в коем случае не... чтобы ее канал не был как-то добавлением к моему каналу. Ни в коем случае.